Доброе утро! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели» в студии Руслан Жукаев. На этой неделе в парламенте Республики прошла очередная 15-я сессия. В ее работе принял участие глава региона Рашид Тимрезов. В парламентарии рассмотрели более 20 вопросов. Приняты изменения в Конституции Карачаева-Черкесии. Дополнены требования к кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Установлен прожиточный минимум пенсионера в Республике на 2021 год. Размер составил 8 846 рублей. Это средний уровень по СКФО. Далее был заслужен и принят к сведению отчет правительства об итогах исполнения республиканского бюджета за 6 месяцев этого года. Его представил вице-премьер, министр финансов Мурат Сиюнчев. Поддержали депутаты инициативу главы Рашида Тимрезова об учреждении новой государственной награды «Юный спасатель Карачаева-Черкесской республики». Еще одна важная тема – борьба с коронавирусом. С этим столкнулась не только наша страна, но и весь мир. Сколько у нас поменялось там и протоколов, сперва они назывались правилами лечения. Это все диктовало то время и та эпидситуация, которая была на тот или иной момент. Но считаю, что то, что мы сегодня с вами видим, а у нас прирост и выявленных заразившихся коронавирусом, и тех, кто сегодня у нас попадает на лечение, растет. Но растет, к сожалению, везде этот рост. Наблюдается причины. Каждый по-разному говорит о каких-то причинах роста того или иного, на такое или иное количество. По нашим почетам, в структуре роста сегодня заболевших, отпускников или морских, как мы их называли, не такое большое количество, максимум 20%. Основная часть – это массовые мероприятия, которые сегодня проводятся на территории республики. По резерву, Руслан Ильич говорил, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и обеспечения кадров. Здесь у нас ситуация уже более понятная. Ведь мы, сами помните, сталкивались, да, что там маски не могли купить. Это же все было совсем недавно, это было полгода назад. Ни маски, ни средств индивидуальной защиты. Сегодня оснащение, сегодня запасы мы стараемся формировать как минимум двухнедельные-месячные запасы, чтобы они были. По тестированию Руслан Ильич сказал, на самом деле мы тестируем достаточно много, поэтому у нас и выявляемость нам больше, чем в других субъектах, скорее всего. Возвращаясь к работам над ошибками, конечно, мы впервые столкнулись. Никто не знал много мнений, много профессиональных таких и от вирусологов, и инфекционистов, своих предположений каких-то. Но сегодня мы понимаем, вот я думаю, что Альбина Назировна, которая здесь присутствует, которая непосредственно с этим столкнулась с первого дня, в том числе и с организацией работы госпиталя. Вот Казим Азрит Олеевич, я, во-первых, хотел вас поблагодарить, в вашем лице всех врачей. Также хочу поблагодарить и правительство, и Министерство здравоохранения, которые я просто, ну, поверьте, не знаю, какую работу они проводили. Ну и, конечно, всех вас, депутатов парламента, я знаю, что были и те группы, которые, правильно, Расул занимался, которые смотрели, как сегодня у нас ведется и медицинское наблюдение амбулаторных больных, и, конечно, лечение тех, кто находится в госпитале. У нас с вами одна задача, это сегодня, конечно же, минимизировать все риски и проблемы, связанные с распространением COVID-19. И я узнаю, и просто не буду говорить о том, кто каждый из вас, там, вот все здесь, все присутствующие в зале, что делали для того, чтобы все эти риски минимизировать. В ближайшее время, когда мы с вами точно сможем сказать, что мы победили эту заразу, я лично сам озвучу каждую организацию, каждого человека, который сделал такую помощь, оказал. Также хочу поблагодарить и прокуратура сегодня присутствует здесь, и федеральные органы исполнительной власти, которые, на самом деле, мы провели с Генеральной прокуратурой несколько там совещаний, посмотрели на те упущения, которые у нас были, и провели, как говорит Руслан Ильич, работу над ошибками, что нам позволило сегодня уже быть более уверенными, чем мы, поверьте, в конце марта или в начале апреля, в какой ситуации мы находились. Очень тяжелая ситуация была. Поэтому еще раз хочу всех тех, кто не безучастен к этому решению этого вопроса, поблагодарить, Александр Ильич, вас, депутатский корпус, правительство, но настроить нас всех на такую работу, я могу так сказать, во-первых, а, расслабились, и расслабились все, включая и нас всех, даже вот в поседневной жизни, и, б, мы пока четко не понимаем, когда это все закончится. Поэтому огромная просьба всем нам активно вести работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Информатика, основы безопасности жизнедеятельности, технология. Изучение этих предметов станет еще интереснее. По всей стране открылись Центры образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование». В Карачаево-Черкесии сегодня распахнули свои двери сразу 42 центра. В 4-й гимназию с Жигуты на открытии побывал глава Рашид Тимрезов. Он лично убедился в эффективности уникальности точки роста. Альбина Ламкова продолжит тему. Крупнейший в России по площади агрокомбинат «Южный». Его строительство было приурочено к Олимпиаде-80. Знаковым событием стало и открытие микрорайона «Московский». Дома здесь росли один за другим. В живописном месте расположилось 27 высотных многоэтажек, две школы. Одна из них – четвертая гимназия. С годами учебный процесс становился все интереснее и современнее. А в новом учебном году внедрили Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Теперь у местных учеников 4-й гимназии микрорайона «Московского», а здесь проходят обучения 1052 человека, будут продвинутые возможности. В кабинетах «Точка роста» создано специальное пространство, оснащенное по последним технологиям. Это, например, 3D-моделирование и программирование виртуальной реальности. Вот эти вот очки пользуются популярностью. С помощью них можно в деталях изучить космос, природу человеческого организма, микро- и макромиры. Список направлений в кабинетах «Точка роста» большой. А самое главное, что в секции может записаться любой желающий. А их уже много. Ученики гимназии разделились по интересам. И с 1 сентября работа уже кипит. «Точка роста» – это не просто название кабинета. Это и есть наша «Точка роста». Будущее для нашей профессии. На прошлых занятиях мы пробовали и научились сборке механических деталей. И научились сборке электрических деталей. В будущем о какой профессии мечтаешь? Вообще я мечтаю стать юристом. Но я думаю, что навыки, приобретенные в кабинете, мне не помешают. Надо сказать, что учащиеся всегда создавали и успешно представляли свои проекты на различных конкурсах. А с появлением современного оборудования это уже будет совершенно иной уровень. А педагоги, которые задействованы в центре, прошли необходимое обучение по повышению квалификации. А вот там наверху расположены работы, которые выполнили ребята в определенное время. Это не просто работы, это работы, с которыми дети заняли призовые места на различном уровне выставок. Занятия в «Точке роста» – они очень увлекательны. Наши ребята научились при помощи технологических карт выполнять самые различные модели, начиная от простых механических и заканчивая электрическими. Это очень увлекательно и интересно. Иногда бывает такое состояние, что их невозможно остановить. Давайте вот эту, а это сложнее. Давайте мы вот эту попробуем. Ребятам это очень нравится. Два новых класса, которые оборудовали новой техникой, пустовать точно не будут. Перед приходом официальных лиц и стартом марафона федеральной сети центров образования старшеклассники уже приступили к конструированию моделей. А ученики младших классов увлеклись шахматами. Играю в шахматы, потому что здесь можно выигрывать, стратегии строить свои, развивается ум и так далее. Давно играю в шахматы? В шахматы играю 4 года. Очень интересная игра, развивает логику, мышление. Главный гость – глава республики Рашид Тимрезов. Ребята тут же принялись рассказывать ему о том, как интересно идет образовательный процесс в кабинетах «Точка роста». Многие из них уже определились в будущей профессии. Школьники отметили, что специальное оборудование дает возможность помочь познать азы в выбранной сфере. Например, при помощи манекена можно наглядно показать, как спасти жизнь человеку. Многие старшеклассников уже приступили к моделированию с помощью ноутбуков. Среди них есть достойные работы. Преподаватели гордятся способностями своих учеников. И надеемся, что это будет платформа для будущей профессии, выбора профессии. Нужно сказать, что в одном из новых классов, помимо парт, удобных стульев, появились стильные пуфики для отдыха. Эта зона называется коворкинг. Ребята не только выучили это современное слово, но и в полной мере смогли ощутить его значение. И уже применить это пространство для общения и творческого взаимодействия. В классах у нас трехрядная расстановка парт. Это не способствует такому общению и сближению к совместной работе. В день марафона всем рассказали и о работе квадрокоптера. И тут же попробовали его в действии. А на память попросили главу региона оставить книги отзывов и пожеланий на путствие новому образовательному центру «Точка роста». Ну и какое же событие без праздничного торта. Он и стал финальной точкой в памятном для четвертой гимназии дне. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева-Черкесия. Микрорайон Московский. Сенатор от Карачаева-Черкесии Крым-Казаноков вместе с представителями регионального отделения партии «Единая Россия» провел мониторинг строящихся социально значимых объектов в Хабецком районе. Кости осмотрели современный дом культуры в ауле Беслиней. Подробнее в материале Алихана Лепшокова. Первым объектом, который посетил сенатор Крым-Казаноков и «Единая Россия» – современная парковая зона отдыха в ауле Беслиней. Излюбленный уголок для проведения досуга. Гости оценили качество строительства нового объекта и также осмотрели место, отведенное по строительству спортивной зоны, где установят площадку с уличными тренажерами. Помимо этого, Крым-Казаноков посетил строящийся современный дом культуры на 250 мест. О выполненных работах и о том, когда же храм искусства распахнет свои двери, рассказал министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Практически готов к сдаче. Уже идут мелкие отделочные работы. Мы надеемся, к концу этого месяца, если позволит ситуация с пандемией, официальное открытие провести, чтобы объект уже заработал. Приятно видеть, что внимание к развитию наших объектов в Карачаево-Черкесии пристальнейшие уделяют парламентарии как на уровне Республики партии Единая Россия, так и сегодняшний важный визит нашего сенатора от Карачаева-Черкесии. И это говорит о том, что развитие наших объектов будет продолжаться. Присутствующие дали высокую оценку строящемуся объекту. Сенатор Крым-Казаноков отметил, что украшением культурного объекта являются профессиональные кадры. Их необходимо воспитывать с юного возраста и оказывать поддержку. В свою очередь, Крым-Казаноков заверил, что будет активно сотрудничать с Министерством культуры, оказывать поддержку в подготовке молодых специалистов. Мы надеемся на поддержку сенатора, которая сегодня была озвучена, в сторону направления наших деятелей культуры, молодых студентов, школьников, будущих выпускников, которые по целевым местам, по договоренностям, по поддержке от наших сенаторов будут в федеральные вузы культурные отправляться для того, чтобы получать лучшее образование в стране и, возвращаясь сюда, уже поднимать культурную республику на местах, в таких домах культуры. Жители аула Беслине уверены, что проведение таких мониторингов позволит выявить важный вопрос о благоустройстве населенного пункта. Конечно, народ придет, будет, мы собираемся и концерты посмотреть, вот как министр сказал, будет и филармония активное участие принимать. Люди будут, они всегда культурой ценятся, все хорошее хотят они. И поэтому надеемся, что вот это пустовать, она, конечно, однозначно, это не будет. У нас и администрация, вот, Дома культуры, это очень активная, молодая, горят энергии, люди есть, поющие, танцующие. Время рекламы, а после мы продолжим выпуск. Роскачество объявляет кастинг нового сезона всероссийского конкурса «Синяя птица». Чуть не взлетаю. Твой талант, твой ключ к успеху. Большой такой шаг на большую сцену. Так близка мне твоя, Даль далекая. А возраст – твое преимущество. Верь в себя. Ты можешь быть на равных со звездами. Я была просто в полнейшем шоке. В главных ролях в кино. Добро пожаловать в Белогорье. И первым на самых престижных международных конкурсах. Я уверена, что он достойно нас представит на Евровидении в Эдинбурге. Приходи на кастинг. Не упусти свой шанс проснуться знаменитым. Мечты сбываются. «Синяя птица» исполняет мечты. Подробности на сайте птица.тв. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Вы знаете, что теперь в налоговой инспекции можете моментально решить проблемы с обслуживанием, оставить свой отзыв и оценить качество услуги. Для этого используйте специальную ссылку или QR-код, которые размещены на информационном стенде, а также QR-код на талончике с номером на обслуживание. Отсканируйте код при помощи вашего телефона или планшета любой программой для чтения QR-кодов. Укажите услугу, выберите смайлик, введите сообщение и отправьте его. Сообщение мгновенно поступит непосредственно руководству инспекции, и вам оперативно будет оказана помощь. Длинная очередь, недостаточно посадочных мест, другие проблемы. Используйте QR-код. Попробуйте. Это быстро, просто и удобно. После долгой самоизоляции все учебные заведения начали свою работу, но проблема с распространением вируса все еще актуальна. О том, как ведется работа в Карачаево-Черкесском госуниверситете, рассказал ректор вуза Таусултан Узденов. Традиционные меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором, все они на территории университета применяются. Ну и плюс, кому-то может показаться чрезмерными, избыточными, но жизнь, безопасность, здоровье наших студентов и наших работников, а также наших гостей для нас на первом месте, поэтому мы применяем и дополнительные меры. Но уже много говорилось о том, что мы еще весной приобрели дезинфицирующие туннели на территории университета, вход, дезинфицируется полностью одежда, обувь, сумки, все материальные предметы, которые несут с собой студенты, преподаватели. Далее дезинфекция рук в каждом здании, в каждом кабинете аудитории установлены специальные дезинфицирующие устройства, которые дезинфицируют руки. Дезинфицируются все твердые поверхности, рабочие места, каждое полтора часа рабочее место каждого студента, каждого преподавателя, каждого работника дезинфицируется. Но обязательно, конечно, у нас масочный режим на территории университета. И во дворе, и в рабочих помещениях. Что еще? Есть категории работников, которые связаны непосредственно с материальными носителями. Я имею в виду бумаги подписывают, передают бумаги. Все они, всем предписано работать только в перчатках. Для них прописан перчаточный режим. Есть категория работников, которые связаны с непосредственным общением с людей. Эта категория работников обязательно носят защитные экраны. Ну вот, комплекс мер позволяет нам говорить о том, что на территории университета, на территории нашего студка-кородка, на территории наших двух общежитий, достаточно безопасная среда для того, чтобы могли говорить уверенно, что созданы все необходимые условия для того, чтобы противостоять эпидемии COVID-19 на сегодня. Какие меры пресечения предусматриваются к тем, кто нарушает масочный режим и режим самоизоляции? Да, совершенно правильно. Не только мы создаем условия для того, чтобы люди могли дезинфицировать себя и обезопасить себя, но предусмотрены меры для того, чтобы проконтролировать, чтобы люди использовали, соблюдали социальную дистанцию, носили маски и так далее. Конечно же, в нашем протоколе прописано, что вплоть до отчисления или увольнения с университета при злостном и многократном нарушении, но пока еще к таким крайним мерам мы не прибегали. Хотя были случаи летом, когда во время первой волны наиболее такого пика заболевания, это в начале лета, в конце осени, были случаи, когда мы отчисляли студентов за то, что они не то, что на территории университета, даже на территории нашего города пренебрегали средства индивидуальной защиты. Было два случая таких, когда мы отчислили студентов. А вот сейчас в регионах наблюдается такая практика, что дают на рассмотрение руководителей ситуации с ковидом. Руководители, вам, как ректору, какие даны полномочия при работе в университете с ковидом, если вдруг ситуация будет уходиться под контролем? Хорошо, мы очень пристально следим за ситуацией в нашей республике, в нашем городском, Карачаевском городском округе и, конечно же, мониторим ситуацию у нас в университете. И если, не дай бог, ситуация будет дальше осложняться, то мы готовы к тому, чтобы временно перейти полностью университетом на режим самоизоляции. Сегодня при выявлении отдельных случаев, такие случаи выявляются среди работников или студентов, заболевших ковид-19 или же контактных, как бы первая группа, мы в таких случаях всех контактных с заболевшими мы отправляем на самоизоляцию отдельную академическую группу или отдельное подразделение. Они находятся необходимое время на самоизоляции, потом сдают анализ и при отрицательных показаниях анализа приступают к работе. Можем сказать, что несмотря на то, что у нас достаточно есть значительное количество больных среди, а наш коллектив почти 7-тысячный коллектив, но не было ни одного случая, чтобы работники или студенты заболели, здесь заболели связи с контактами на территорию университета. Все случаи, это или в семье, или где-то в другом месте они заболевали, приходили сюда, но меры предосторожности принятые здесь, можем сказать, позволили, не позволили распространяться болезни дальше, и мы купировали эту проблему сразу же в начале. Но сегодня в таком режиме и работаем. То, что касается полномочий, да, действительно такие полномочия нашим учредителям, там Министерством науки и высшего образования данны, и по согласованию с властями республики, по согласованию с Роспотребнадзором, в нашей республике мы можем, да, или закрывать и продолжать работу. Сегодняшняя ситуация позволяет нам, позволяет уверенно продолжать работу в очном, нормальном режиме. Что, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы в республике стало меньше заболеваний, и ситуация стала улучшаться? Если в начале этой проблемы у нас были проблемы системного характера, и система здравоохранения, и система обеспечения средствами индивидуальной защиты, сегодня этих проблем, к счастью, нет. Сегодня самая главная проблема – это повышение культуру ответственности за здоровье, за свое здоровье, и за здоровье своих близких, родных, окружающих у нашего населения. Ну, хотя в этом направлении тоже есть подвижки, люди стали более осторожными, насколько мы можем наблюдать. Таких ковид-диссидентов сегодня становится все меньше и меньше, которые относятся так слегка к этой проблеме, и ответственность у нашего населения повышается. Но хотелось бы, чтобы люди понимали, что вне зависимости от того, мы верим сами или не верим, это такая болезнь, такая проблема, что мы сами совершенно можем не знать о том, что мы носители, что мы заболели, не заболели. И благодаря нашей беспечности может так случиться, что совершенно далеко от нас, совершенно незнакомые люди могут пострадать, заболеть, а может и это закончится смертью кого-то, или наших близких. Или же, наоборот, благодаря тому, что мы вовремя приняли меры, вовремя и с кем-то не поздоровались за руки, соблюдали социальную дистанцию. Благодаря этому, по воле Всевышнего, жизнь чья-то и здоровье будет сохранена. И мы это должны понимать и относиться очень ответственно. Летом у вас существовал волонтерский корпус, который раздавал маски, обрабатывал людям руки в общественных местах. Планируется ли создать такие группы на территории университета, чтобы они следили за тем, чтобы студенты не нарушали социальную дистанцию и масочный режим? У нас ситуационный центр не прекращал работу нашего университета. Это прослеживание ситуации с заболевшими внутри университета, а также помощь всем тем, кто заболел коронавирусом. В полной мере функционирует этот ситуационный центр. Далее наши волонтерские отряды нашего ситуационного центра готовы к тому, чтобы возобновить работу по просвещению населения, и раздаче масок. Сейчас наши ребята выиграли серьезный грант на то, чтобы продолжить эту работу. Если раньше мы усилиями университета это делали, то сегодня есть возможность даже усилиями активности наших ребят и выигранным грантом продолжить эту работу. У нас есть в каждом факультете мы ввели институт ковид-инспекторов, есть ковид-комиссар нашего университета, на одного из проректоров возложены эти обязанности, и они патрулируют сегодня территорию университета во время перемен и территорию общежития. И всех нарушителей или потенциальных нарушителей призывают к порядку. И сегодня, можно сказать, 99% обучающихся и работников следуют всем необходимым требованиям поведения в этой ситуации. В Доме правительства прошла презентация федерального проекта «Детство безопасности». Проект подразумевает создание системы обучения молодых родителей правилам безопасности перевозки ребенка в автомобиле. Приехавшие из Москвы специалисты рассказали о тренингах для будущих родителей на базе перинатальных центров. Подробности у Мурата Джанкезова. На презентацию собрались представители органов госвласти, правоохранительных структур, медицинского сообщества, общественных организаций и другие. Открывая встречу, министр промышленности и торговли Мурат Аргунов рассказал о той работе, которая проводится в республике в рамках реализации национального проекта по организации безопасности на дорогах. Прежде всего, я хотел бы сказать, что правительство Карачаево-Черкетской республики уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности дорожного движения в Карачаево-Черкетской республике. В регионе сформирована комиссия и работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под председателем правительства Карачаево-Черкетской республики с участием всех заинтересованных министерств и ведомств. Ежепартально на заседании комиссии у нас рассматриваются вопросы аварийности на автомобильных участках региона, а также рассматриваются вопросы и вырабатываются механизмы по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. За три года федеральную программу детства безопасности по профилактике дорожно-транспортного травматизма внедрят в перинатальных центрах и родильных домах 100 городов в 85 регионах. Хотелось отметить, он направлен на то, чтобы сформировать единую сеть центров по профилактике безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. Соответственно, в рамках реализации национального проекта его часть федерального проекта предусмотрен на создание вот такого рода центров, которые мы сегодня запускаем в республике, во всех 100% субъектах Российской Федерации. В этом году в республике произошло два ДТП с участием детей. Для сравнения, в минувшем году их было восемь, снижение в три раза. Однако эти цифры могут измениться в любой момент. В этих двух авариях, где пострадали дети, в одном случае ребенок не был пристегнут и он погиб. А во втором случае мать-водитель погибла, а ее маленькая дочка, пристегнутая в детском кресле, практически не пострадала. Я, как главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Карачао-Черкесской республике, искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь в формировании у родителей жизненно важных принципов, потребностей не только в знании правил дорожного движения, но и в их неукоснительном соблюдении. К сожалению, мы все знаем, что все правила дорожного движения написаны, как бы это грубо ни звучало, написаны кровью. И только их непосредственное и неукоснительное соблюдение позволит нам сократить тяжесть последствий, в том числе и ДТП с участием детей. В рамках проекта будущие родители несколько раз в неделю будут проходить тренинги по установке детского автокресла, соблюдению детского скоростного режима и аккуратному вождению. Мурат Жангёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Вести театральной жизни. Как сделать волшебный макияж, который способен состарить или наоборот омолодить актёра, сделать его лицо более суровым и сердитым или напротив позитивным и добродушным. В Черкесии прошёл мастер-класс с участием профессиональных театральных гримеров из Ингушетии. Как при помощи грима создаются образы, которые потом будут воплощать актёра на сцене, увидел Мурат Жангёзов. Театр – это волшебное место, где нарушаются законы реальности и происходят необычные события и поразительные перевоплощения. Требуемый для роли образ создаётся с помощью костюма, освещения и, конечно же, грима. Как искусно изменить внешность актёра? Для этого используются специальные составы, парики, пластические наклейки и краски. Они могут находиться на лице долгое время, не изменяя цвета, текстуры и плотности наложения. Я рад видеть, что театры в нашей республике, например, сегодня организатором выступил Черкесский национальный театр, очень активно работают, хотят развиваться. И особенно отрадно видеть, что среди участников этого мастер-класса не только театралы, но и люди, которым важно развивать свой собственный бизнес, например, детские праздники, детские выступления. Здесь люди, которые увлекаются современными видами искусства и хотят расти. Для того, чтобы культура развивалась не только внутри театров, а вообще в республике мы и будем такие мастер-классы проводить и дальше. Работа гримера не сводится к банальному нанесению красок. Любой визажист должен знать основы анатомии и строения лица. Например, рисовать морщины нужно именно в тех местах, в которых они должны быть физиологически. Необходимо также знать законы распределения света и тени и учитывать их, создавая образ так, чтобы сценическое освещение не смазало или, наоборот, не огрубило лицо актера. И если артист не загримирован, он может просто пропасть на сцене. То есть это может быть просто серое пятно. И поэтому артисты знают, что грим необходим на сцене. И естественно, для создания образа того или другого помогает в этом грим, как ничто другое. Естественно, там и свет играет большую роль, и костюм, и парик и так далее. Но грим, оно всё равно создаёт такой необходимый образ, задачи режиссёра и художника-гримера, они как бы вместе с таком творческим союзом решают, вот как должен быть на сцене актёр. Театральный грим отличается от других. Он более резкий и интенсивный, а при близком рассмотрении может выглядеть даже отталкивающе. Разве может оставить равнодушным имитацию огнестрельного ранения или ожога. Зрителями в этот день выступили сами актёры республиканских театров, их гримеры и приглашённый организатор встречи – Черкесский драматический театр. Мы решили привести специалистов из республики Нагушетия, которые работают в этой сфере, которые профессиональные гримеры. И вот сейчас мы видим, что идёт такая очень приятная живая атмосфера, идёт общение, какие методы работы, какие методики они используют. И вот для того, чтобы повысить уровень наших специалистов, мы, я имею в виду Черкесский театр, очень рады, что это мероприятие сегодня у нас проходит и в дальнейшем будем планировать такие и другие наподобие мероприятия. Мурат Синхёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание. Удачного выходного дня! Субтитры подогнал «Симон»!